Учитель немецкого языка и технологий Касмийской школы номер один Ханика Османова посвятила более 50 лет своей жизни педагогической деятельности. В 1972 году Ханика Арифовна вместе с мужем, окончив университет, была направлена в поселок Гидростроителей, где 7 лет преподавала немецкий язык в местной школе. Позже семья переехала в город Каспийск. К сожалению, в первой школе места немецкого языка не было. И я попала в восьмую школу, и там директор школы предложил мне уроки труда, когда труд назывался. Я с удовольствием ухватилась за эту мысль, потому что с детства любила шить, вышивать, заниматься рукоделием. Мне эта мысль пришлась по вкусу, он меня отправил на курсы, я прошла курсы переподготовки. И в восьмой школе начала с 1980 года деятельность по уже технологии. Но немецкий язык к себе звал, и поэтому в 1984 году, прямо среди года, место здесь освободилось, и я перешла в первую школу. И вот с тех пор, 40 лет, работаю все время здесь. Совмещала немецкий язык и труд, потом он стал называться громкотехнология. Ханика Османова продолжает династию учителей. Ее мать была русской учительницей, которую в 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, направили работать в Хунзахский район. Там преподавала, она вообще учитель начальных классов, но преподавала все, что угодно. И географию, и русский язык в первую очередь, конечно, кроме математики. Остальное все. Но так получилось, что в 1950 году мы с мамой и братом переехали в Савропольский край, я закончила школу там, но на родину потянуло меня, и я поступать приехала в университет сюда. Вот так с тех пор здесь и осталось. Дагестан – любимая республика, любимое мое место. Как признается Ханика Арифовна, ее дети выбрали другие профессии, однако педагогическую династию продолжила племянница. Сейчас девушка работает учителем немецкого языка в одной из школ Курской области. Когда поступала в университет, нам говорили, что есть возможность переводчиком быть, поэтому честно скажу, что об учительской профессии не всегда задумывалась. Ну, а когда закончили, нас распределили именно учителями. Ну, видела мамин труд, очень люблю детей, очень люблю детей. Вот, и понимаю их всегда. Иногда, правда, бывает, что я и срываюсь, конечно, не секрет. Но, тем не менее, вот с детьми всегда работать в радость мне. Практически вся жизнь Ханики Арифовны была посвящена ученикам. За годы работы она участвовала во множестве мероприятий, поездках, событиях, но один случай особенно остался в ее памяти. В дубках я припоминаю. Дети были очень откровенны со мной. Сейчас вот как-то дети не такие раскрытые. Раньше были очень откровенны. Вот у меня был очень интересный случай. Мальчик, что-то у него, видимо, в семье не заладилось, и он собирался убежать. А мы проводили контрольную работу по немецкому языку. И он в тетрадке ничего не написал. Написал Ханика Арифовна, завтра решается, я буду дураком или вот у меня все получится. Вот в этот день я эту работу не проверила, я так жалею. Может быть, я бы тревогу забила бы. К сожалению, я только вот в день уже, когда узнала, что он убежал, и вот проверяла работу, и вот это прочитала. И, ну, предотвратить не смогла. Вот об этом я жалею. Выпускники и ученики Ханики Османовой, несмотря на то, что многие давно окончили школу и живут в разных городах и странах, продолжают поддерживать с ней связь. Ученики часто приглашают ее на семейные торжества, свадьбы, дни рождения и другие важные события. Известная писательница фэнтези Наталья Швец тоже выпускница Ханики Османовой. Регулярно приезжает к своему классному руководителю в гости и дарит ей свои книги. Она стала писательницей. Она поступила в МГУ на факультет журналистики. Она стала писательницей. Работает в газете «Сокольники» и «Весь восточный округ». Мы с ней поддерживаем очень тесную связь. Она приезжала ко мне в гости. Первые три книги она привезла лично. Остальные все время мне присылают по почте. Вот буквально недавно я еще одну книгу ее получила. Такие, конечно, радуют моменты. Опять-таки из дубков, тоже ученик, но не из моего класса, пишет стихи. И вот так было приятно. К дню рождения в 2023 году он мне прислал стихотворение, посвященное мне. Ханика Османова награждена множеством почетных грамот, дипломов и благодарственных писем. В 2008 году ей было присвоено звание отличник образования Республики Дагестан. А в 2016 году к 80-летию школу номер один она получила звание почетный работник общего образования Российской Федерации. Архив у меня богатый. И в газетах, где что отмечали про меня. Общественная деятельность у меня тоже очень богатая. Я всегда где-нибудь была, начиная с пятого класса школы своей. Обязательно где-нибудь была. Вот я с 90-х годов в правкоме была. Я отвечала за охрану труда. И вот по этой области тоже принимала участие в конкурсах четыре раза. Два раза первое место, один раз второе место и один раз третье место. Говоря о профессии учителя, Ханика Арифовна подчеркивает, что в этой работе важны любовь к детям и взаимопониманиям. К дню учителя, который отмечается ежегодно 5 октября, она пожелала своим коллегам крепкого здоровья, терпения и новых профессиональных достижений. Дорогие коллеги, завтра наш профессиональный праздник. Всем от всей души, от всего сердца желаю, конечно, крепчайшего здоровья. Не останавливаться на том пути, на том уровне, на котором вы есть, и профессионально расти. Желаю благодарных учеников. Желаю терпения. И оставаться всегда в своей любви к детям. Очень distant окна. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...